Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие ценности прививает юнормия самарским подросткам? Где проходят юнормейские военно-спортивные игры для молодежи? Сколько юнормейских отрядов работает в Самаре? В нашей студии Алексей Родионов, начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнормия». Алексей Борисович, здравствуйте и спасибо, что пришли в нашу студию. С чего хотелось бы начать? Когда я готовился к программе, почитал вашу страницу ВКонтакте, у вас там есть совершенно замечательная, на мой взгляд, фраза. Не знаю, кто автор, даже интересно. «Наше будущее зависит от детей, но кого мы воспитаем, зависит от нас». Вот, кстати, чья эта фраза? Это вы или где-то вы нашли ее? Эту фразу нашел очень давно, где-то, наверное, году в 2010-м. И вот с той поры для меня эта фраза стала основой, по которой я живу. Вот в связи с этим у меня вопрос. Какие ценности вы стараетесь заложить детям? Потому что речь как раз идет о том, что формируя детей, мы формируем будущее. В первую очередь это уважение. Уважение к старшему поколению, уважение к своей стране, уважение к своей малой родине, любовь к ближнему. Я вспоминаю, когда я был совсем молодым, что у каждого из нас было заложено с детства. Если мы едем в трамваи и заходит кто-то старше нашего возраста, мы всегда вставали и уступали место. Вот я очень сильно хочу, чтобы все дети, которые выросли и прошли через юнормию, с уважением и относились к людям старше их возраста. Вот кроме уважения, потому что сейчас есть такой термин, его, вот уж простите за такое слово, патриотизм. Его употребляют в самые разные коннотации. Вот патриотизм, что такое для вас и как его заложить подросткам? Это уважение к своей родине и это служение людям. Это служение людям в первую очередь? Служение людям в первую очередь, да. Вот это делать можно только, ну скажем так, воспитательными мероприятиями, потому что, на мой лично взгляд, это история, которую можно реализовать только личным примером. Ну, на самом деле, ребенка нужно воспитывать, ну, наверное, из детского садика. Ну, когда-то, кстати, если, помните, это знаменитая фраза, что нужно начинать воспитывать, когда он лежит поперек лавки, потому что, когда он начинает лежать вдоль, уже несколько поздновато. И, на самом деле, я думаю, что каждый родитель, каждый отец в первую очередь, он должен общаться со своим ребенком. Он, ну, конкретно с сыном, он должен знать, о чем думает его ребенок, какие у ребенка вопросы. Вот помните, наверное, стихи Маяковского, что крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот сегодня, в момент развитых информационных технологий, ребенок должен получать ответы от взрослого, а не из интернета. Потому что интернет, он может абсолютно дать любой ответ, он может быть правильный, неправильный, может быть заведомо неправильный на вопрос, который есть у ребенка. Поэтому личный пример, личное общение с детьми, людей, которые для детей являются авторитетны в хорошем это условии, это вот как раз то самое воспитание, которое сегодня нужно закладывать. Вот ценности, о которых вы сказали, это ценности, без которых, ну, очень сложно жить на самом деле, потому что они вечные, то есть они необходимы. Вот что делает для этого юнармия? Потому что вот в общественном сознании юнармия это все-таки место, где учат в первую очередь. Там учат, ну, не знаю, там разбирать автомат, учат там строевой подготовки, еще чему-то. Вот, а что делается тогда для воспитания? Давайте, наверное, начнем с того, что юнармия была возрождена в 2016 году по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Кожигетовича Шойгу. Региональные отделения открылись по всей стране, в том числе в Самарской области. Сегодня в региональном отделении насчитывается 671 юнармейский отряд, это значит, что сегодня в юнармии 671 руководитель, который занимается с детьми. Среди этих руководителей есть офицеры запаса, есть историки, географы, то есть педагоги, которые многие годы уже проработали в школах. Кроме строевой и огневой подготовки, о которой все сегодня говорят, существует еще очень большое количество различных конкурсов, которые позволяют детям всесторонне развиваться. Это и хореография, это и конкурсы рисунков, конкурсы стихов, то есть много всего. То есть задача юнармии это многогранное воспитание ребенка. Именно многогранное воспитание. Потому что у нас нет задачи, чтобы все 100% детей в итоге пошли в военное или в военное училище. У нас есть задача, чтобы полноценные граждане вышли после юнармии. Отличная задача. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он тоже касается как раз ценностей, которые мы закладываем, и воспитание, и как это проходит. А затем продолжим нашу беседу. С историей своего соотечественника Рагима Гаджиева девятиклассник Захар Жаворонков знаком хорошо. Парень решил пойти по стопам известного выпускника школы, поэтому уже два года состоит в юнармии. Ученику выпала честь первым в этой четверти занять парту героя. Критерии отбора строгие. Обязательно хорошая учеба и активность в школе. Захар говорит, что открытие таких необычных мемориалов, несомненно, помогает сохранить память о современных защитниках Родины. Я считаю, что она очень важна. И нужно хранить память о тех, кто отдал свою жизнь ради Родины. И я и вправду очень благодарен за то, что мне дали честь посидеть за этой партой. За этой партой героя. Рагим Гаджиев окончил 13-ю самарскую школу в 2000 году. Сразу после пошел служить в армию. Военное ремесло его всегда интересовало. Рядовой погиб 7 июля прошлого года, освобождая вместе со служивцами Луганск. Указом президента Рагима Гаджиева наградили орденом мужества посмертно. В напоминание о подвиге в родной школе также открыли мемориальную доску. В 2023 году школе номер 13 исполнилось 135 лет. В истории учебного учреждения вписаны 52 имени. Все это выпускники-ветераны Великой Отечественной войны. Поэтому сохранение исторической памяти для нынешних школьников – не пустой звук. Они продолжают традиции, заложенные своими предшественниками. Алексей Борисович, вот мы посмотрели сюжет о таком инструменте воспитания, уж простите за это слово, как парта героя. Эффективно, безусловно. Тем более, что школа с историей, у нас есть школа более 130 лет, более 50 героев в этой школе. Понятно, что это позволяет прикоснуться к истории школы, и понятно, что это позволяет по-другому вообще на мир посмотреть. Какие еще инструменты, на ваш взгляд, эффективны в патриотическом воспитании подростков? Вы знаете, несколько лет назад по инициативе безинчугских юнормейцев, это юнормейцы Самарской области, стартовал проект, который называется «Звезды памяти». «Звезда памяти» — это красная звезда пятиконечная, которая устанавливается на захоронение ветерана Великой Отечественной войны. И кроме там, кроме «Звезды», есть еще табличка с QR-кодом. То есть любой человек со смартфоном может снять код и попасть на сайт, где есть автобиография этого участника Великой Отечественной войны. То есть эта инициатива получила большую поддержку на федеральном уровне, и сегодня все юнормейцы Российской Федерации идут... То есть «Звезды памяти» — это сегодня стал всероссийский проект. Но, повторюсь, это инициатива юнормейцев, не взрослых людей, а именно юнормейцев. Я это к чему сейчас все рассказываю? К тому, что основная наша задача — это сделать так, чтобы дети сами выходили с инициативами. То есть все, что им нравится, все, что они сегодня в современных условиях считают интересным, они подходят к руководителям и обсуждают. Доверительные отношения, неформальные отношения с руководителями юнормейских отрядов позволяют большое количество инициатив запустить. Вот у нас есть инициатива тоже, опять же, юнормейцев — это мини-парады перед окнами ветеранов. Очень хорошая. Очень хорошая, очень душевная, очень красивая. Это, опять же, исходило от детей, от юнормейцев. Это они придумали? Это они придумали. Вначале мы это провели первый раз, это было проведено в 2016 году со второй армией. А после этого уже юнормейцы вышли с инициативой отдельно юнормейцами проводить вот эту площадку, где еще остались живые ветераны Великой Отечественной войны. Потому что это, конечно, мероприятие до слез. Вот реально до слез. Это уже вышло на федеральный уровень. То есть наши дети, самарские дети, были инициаторами. Здесь важный момент какой? Никто, кроме детей, не придумает лучше какое-то мероприятие для детей. Потому что у нас у взрослых менталитет. Мы можем подсказать, мы можем как-то подкорректировать. Но если это идет от детей, то это будет очень искренне. Вот письмо солдату, которое сегодня тоже акция очень актуальна. Я читал письма некоторые до слез. То есть когда дети пишут на фронт в зону СВО ребятам письма, которые там. Ведь самое главное для тех ребят сегодня понимать, что их здесь ждут, их ценят. Они их не забыли, что их дети под присмотром той же юнормии. Ведь у нас сегодня много детей юнормейцев, у которых отцы находятся там. И отцы спокойно, потому что их дети не брошены. Они среди юнормейцев, за ними присматривают юнормейские руководители. То есть за ними отдельные еще присмотры есть? Они находятся в социуме. Отдельный присмотр на самом деле не нужен, но они находятся в социуме. Я за них спокоен, и их родители за них спокоены. Где просто ничего плохого не может произойти, потому что рядом находится мужчина-наставник. Они не выброшены на улицу, они не оставлены где-то сами по себе. Они в коллективе, в хорошем коллективе. И продолжают, как и раньше, заниматься добрыми, хорошими делами. — Алексей Борисович, а с какого возраста можно стать юнормейцем? — С 8 лет. — С 8 лет. То есть на самом деле это не то, что для старших классов? — Это с 8 лет и до 18 лет. После 18 они заканчивают школу, идут или в институт, или в военные учреждения. — Но в принципе он еще 18 лет... То есть 18 лет включительно или 18 лет уже... — 18 плюс может быть вполне. У нас есть ребята-студенты, которые закончили школу, перешли в гражданский вуз, учатся и по-прежнему посещают мероприятия. — Но продолжают быть юнормейцев. — Да, да. — Кстати, вот чему еще учат юнормейцев? Что я имею в виду? Вот мне очень интересно, потому что мы-то видим вот ту сторону, которая называется парады и так далее. А я вот большой сторонник, ну скажем так, военно-спортивного образования. То есть я считаю, что нашим детям не хватает в хорошем смысле слова физической военно-спортивной нагрузки. То есть это должен быть спорт, прикладной желательно, это должны быть какие-то военно-спортивные игры определенной направленности. Вот это все есть? — Одно из ключевых мероприятий федерального значения — это финал военно-спортивной игры «Победа», которая ежегодно проходит в Москве. Туда приезжают команды со всех регионов. Естественно, прежде чем наша команда едет в Москву, она проходит здесь отбор. Это военно-спортивная игра. А также есть игра за армейца. У нас есть военизированные юнормейские лагерные смены. То есть все, что касается начальной военной подготовки, естественно, все это в юнормее есть. — То есть и это именно начальная военная подготовка, вот как положено? То есть и бег в ОЗК там входит, и бег в противогаз. — Давайте я скажу по-другому. Это начальная военная подготовка, которую проводят офицеры запаса. Более того, это вот тот самый важный момент, на самом деле. Не абы кто проводит зорницу, а проводят офицеры запаса. И более того, юнармия создана по инициативе министра обороны, поэтому у нас очень хорошее отношение с армией. И нам всегда разрешали участие принимать в зорницах на полигонах, которые есть. Поэтому армия всегда нам открывает двери. Любые военно-спортивные мероприятия мы проводим с участием армии. — То есть как это, welcome, заходите, пожалуйста, вас примут, вам помогут. — Профессионалы покажут, расскажут. — Покажут, расскажут, и кашей накормят, и покажут, что такое плац настоящий, покажут, что такое настоящий окоп. — Абсолютно правильно. — Вот в связи с этим вопрос еще один. Сейчас у детей очень много соблазнов. Не будем даже обсуждать, почему это, но вот время такое пришло. Как их вовлечь в военно-спортивные формы досуга так, чтобы они захотели сами? Потому что насильно, я считаю, это невозможно. Они, может быть, и будут участвовать, но, скажем так, для галочки, где-то в душе будут сопротивляться. А вот чтобы сами хотели... — Я не буду лукавить, наверное, алгоритм всего этого — это человек, кто этим занимается. В каждой школе есть юнормейский отряд, но во многом работа юнормейского отряда зависит от личных качеств педагога. Если педагог фанат своего дела, как правило, мы стараемся именно такие, чтобы у нас были, к нему тянутся дети, за ним тянутся дети. И этот педагог устраивает различные мероприятия в рамках программы, которая есть годовая программа юнормии, и дети принимают в них участие. И поверьте мне, что вот когда проходит парад памяти 7 ноября, парадный расчет от каждого района составляет 52 человека. У меня разрывается телефон от родительских возмущенных звонков, а почему мой ребенок не попал в парадный расчет, допустим, в промышленном районе, а почему не попал в таком-то районе. К сожалению, есть определенный лимит. И более того, еще есть такое слово, как строевая подготовка, потому что не все дети, к сожалению, сегодня могут за 2-3 месяца освоить азы строевой подготовки, чтобы пройти по площади Куйбышева. Поэтому идет очень жесткий отбор. Я к этому начал говорить, что на одно место в парадном расчете человек 10-15 желающих есть всегда. 10-15, это как хороший вуз, на самом деле. Кстати, дети как относятся к строевой подготовке? Потому что традиционно считается... Обычно по строевой подготовке возникают вопросы не у детей, а у родителей. Строевая подготовка, зачем? Я рассказываю, все очень просто. Это улица, нахождение на улице. Давайте просто у родителей спросим, как часто их дети просто гуляют по улице. Это дисциплина, это самодисциплина, это свежий воздух, это хорошая осанка, это умение ходить. Вот мы столкнулись с тем, что... Координация хорошая. Координация хорошая. Мы столкнулись с тем, что когда закончились ковидные ограничения, дети вышли из домов и был первый парад, дети разучились просто ходить. Не то, что ходить, строим. Поэтому это на самом деле полезно. У детей нет вопросов. Они с удовольствием всегда принимают в этом участие. Обычно вопрос у родителей. Зачем, почему, что это дает. Вот я рассказываю, это дает в первую очередь дисциплину и самодисциплину. А это всегда полезно? Да. Я предлагаю сделать еще одну позу. Давайте посмотрим второй сюжет, затем продолжим нашу беседу. Студенты политехнического колледжа познакомились с героем нашего времени. Человеком, который стоит на защите интересов нашего государства и выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. К гостю учащихся немало вопросов, но абсолютное большинство интересует карьера военнослужащего. Как война попала, заканчивала Суворовское училище, Ташкентское общевысковое командное училище. Вот так я и стал военным, профессиональным. Ну, случилось так, что необходимо было уволиться из вооруженных сил Российской Федерации. 27 лет перерыва, сейчас опять мобилизовали, призвали в армию. Служим, защищаем Родину. Защитник России ранее уже служил в нескольких горячих точках. Был участником боевых действий в Афганистане и Чечне. Сейчас боится 57, но возраст отмечает он не помеха, когда дело касается защиты и интересов государства. Сегодня командир батальона выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО. Сейчас военнослужащий в Самаре. Приехал на время отпуска. Но уже через пару дней ему снова предстоит вернуться на Донбасс. На встрече, которая прошла в формате диалога, студенты смогли задать все интересующие вопросы. Многим хотелось узнать, как обстоят дела у наших бойцов. Доходит ли до них гуманитарная помощь? И насколько страшен свистпуль над головой? Военнослужащий постарался ответить каждому из них. Я очень сильно за них волнуюсь. Я вижу и слышу разные истории, которые происходят там. И сегодня, когда я задала вопрос, и наши студенты колледжа и ответили на вопросы, достаточно много узнали нового. Впечатлений на самом деле очень много. Это был мой не первый разговор с человеком, участвующим в СВО, у которого были не первые боевые действия, опыт в них. И в принципе мнения у них у всех сходятся. Но это, конечно, все страшно. Но я на самом деле очень рада, что дочь поговорить и задать интересующие вопросы, на которые можно было получить честный ответ. Самарские студенты принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи и в таких масштабных акциях, как письмо солдату и посылка солдату. Хватает всего, но оно же имеет свойство заканчиваться. То, что гуманитарная помощь приходит и по одежде, по обмундированию, ну что же, необходимая помощь рвется, изнашивается, заменяем. Ну, то, что получаем от гуманитарной помощи, благодарны, конечно. Но остальное все есть, все в наличии. По словам военнослужащего, на сегодняшний день батальон обеспечен всем необходимым. Бойцы выполняют поставленные спецзадачи, помогая и поддерживая друг друга. А весточки из родного дома греют душу и напоминают, что их помнят, любят и ждут. Алексей Борисович, вот мы посмотрели эфир. Как часто вот подобные встречи происходят вот с людьми, которые сейчас выполняют свой воинский долг? Ну, наверное, надо сказать, что урок мужества – это один из ключевых фрагментов. Это когда наши юнормейцы общаются с ветеранами. Будь то ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных конфликтов, или вот сейчас ребята, которые принимают участие в СВО. Повторяю, 671 школа. По всей Самарской области. Вот где приходит в отпуск участник СВО, обязательно дети с ним встречаются. Поэтому достаточно часто. 23-й год объявлен годом педагога и наставника. Вот в связи с этим вопрос такой может быть немного необычный. А какие традиции наставничества существуют в юнормии? Под наставничеством я понимаю, и когда наставник педагог-педагога учит, как работать, и когда педагог выступает не только, ну, скажем так, человеком обучающим, но по отношению к ученику, но еще и наставником в хорошем смысле слова. Ну, то есть там мужчина объясняет мальчикам, что вот, ну, не надо пытаться курить, когда ты растешь. Слушай, вот, ну, будет тебе там 20 лет, ты сам решишь. Объясняет ему, что алкоголь это не так интересно, как кажется, хотя, конечно, там в подростковом возрасте, может быть, тебе хочется попробовать. Вот такие чисто бытовые вещи, житейские. Ну, наверное, задача наставника это сделать так, чтобы ребенок, с кем он общается, выбрал его путь. Правильно? В таком случае у нас офицеры запаса, если мы берем юно-армейский отряд и количество детей, поступивших в военные вузы по окончании школы, как раз наши педагоги являются наставниками. Потому что определенный процент детей, вот я могу сказать, что с 2016 года более 600 ребят поступило в военные вузы. Это большое количество, причем они все юно-армейцы были. Это большое количество, которые выбрали путь стать офицером, после того, как они общались с своим руководителем отряда, с офицером. Ну, это показатель. Кстати, вот участие в юно-армейском движении каким-то образом дает дополнительные баллы при поступлении в военные вузы? Да, во все военные вузы есть дополнительные баллы к ЕГЭ при наличии юно-армейского стажа от одного года юно-армейской книжки. Это все фиксируется, это все документы. А гражданские вузы? Это в зависимости от региона. Есть регионы, где это однозначно, да, но есть регионы, где... Ну, понятно, зависит от вуза, от региона. От вуза, от региона, от ректора. А, кстати, а кто был вашим наставником? Вы же ведь морской пехотинец, скажем так, морской пехотинец. Ну, до сегодняшнего дня я общаюсь со своими командирами, кто в тот момент был у меня командиром взвода, командиром роты. Они, по большому счету, это стали нашими вторыми отцами. Они были не намного нас старше. Мне было тогда 19, им было 24-25 лет. И тем не менее, они как раз были наставники. И тем не менее, они, вот все, что я сегодня знаю, все, что я сегодня умею, все, кем я стал в жизни, это благодаря их воспитанию, это благодаря их подготовке. — Ксения Борисович, насколько я знаю, вы занимаетесь, ведь вы давно очень занимаетесь военно-патриотической работой. И я знаю, что вы работали и с детьми-сиротами. Вот это очень важная, очень сложная, очень такая необычная категория подростков. Сейчас вы с ними работаете, занимаетесь? — В 2012 году, по моей инициативе, в Чапаевской коррекционной школе-интернат был создан тогда военно-патриотический клуб «Гардемарины», а в 2017 году они вступили в юноармию. Теперь там есть юноармейский отряд «Гардемарины». Также юноармейские отряды есть практически во всех детских домах и коррекционных школах Самарской области. Что это дает, сразу скажу. Есть случаи, когда дети уже ушли служить в армию, что раньше практически не было, а стали служить по контракту. То есть это, давайте честно скажем, что детей-сирот на выходе из детского учебного заведения, их школы, практически никто не ждет. Но они сироты. И для них оптимальный вариант, при том, что они умеют, они это военным быть, это служить по контракту. Они попадают из своего социума детского дома, попадают по сути, ну в тот же детский дом, только называется армия. Там такое же точно отношение уважительное. Ну для них это лучший вариант. Потому что все, кто не попадает служить в армию, к сожалению, многие из них очень плохо заканчивают. Ну тяжело, я согласен с вами. Ребенку очень тяжело сегодня адаптироваться на выходе после школы, если у него нет родителей. С родителями это тяжело, а без родителей вообще сложно. Вот, кстати, а как завоевать их доверие? Ведь дети-сироты, там, ну, скажем так, немножко другая культура, немножко другой менталитет. Ну вот так совсем уж откровенно, там им очень часто близка, к сожалению, уголовная романтика. Вот я назову это так. К сожалению, такое тоже бывает. Только личным примером долгой истории. Первое мое общение с детьми-сиротами было в детско-спортивном лагере «Березки». И вот один просто из примеров, турник, стоят дети, я говорю, ну, подтянитесь, а ты сам подтянись. Я подтягиваюсь, они посмотрели, ну, а теперь подтянись больше. И вот с этого начали завязываться отношения. То есть, когда они видят, что человек не просто что-то заставляет, а может показать личным примером, и может показать лучше, чем они это делают, вот это их заводит, и они потихонечку, потихонечку, ну, начинают дружить. — Ну, собственно говоря, это совершенно замечательный пример. Я вспоминаю покойный генерал Лебедь. Он всегда говорил, что когда приходило молодое пополнение, он, будучи уже генералом в его возрасте, выходил и выполнял норматив солдата-десантника, когда ему было уже там за 50, если не ошибаюсь, и говорил, парни, ну, а теперь вам по 18 лет, попробуйте за мной. — Абсолютно правильно. Только личные примеры. — Вот, кстати, насколько срабатывает вот этот личный пример? Потому что они все-таки люди недоверчивые. Мне вот очень интересна эта категория. То есть, это вот насколько это сразу, или это все-таки нужно завоевывать их доверие, и как бы перековывать сознание в хорошем смысле слова? — Мы когда приехали в лагерь «Березки», я приехал туда с еще одним ветераном морской пехоты и двумя моими сыновьями. В первый день, когда мы только заехали туда, мы увидели абсолютно полный разброд в лагере, скажем так. И я выступил перед ним и сказал, ребята, мы сегодня привезли лазертак и оборудование, это электронные автоматы, завтра кто выходит на зарядку, вечером мы показываем и рассказываем. На утро вышло 4 человека из 200, вечером эти 4 человека играли в лазертак, остальные сидели, а можно, нет, вы не были на зарядке. На следующий день вышло больше, через 3-4 дня практически все 200 человек выходили на зарядку, сами выходили на зарядку. Ну, а дальше просто было очень простые мероприятия, мы убрали в сторону автоматы, и дальше началась просто спортивная подготовка, волевая подготовка. Ну, начали рассказывать им про службу в армии, и детям это понравилось в итоге. Им нужно внимание, просто хорошее человеческое мужское внимание. Откровенное и честное? Да. Спасибо большое за интересную и содержательную беседу, Алексей Борисович. И побольше бы вот таких наставников, как вы, в наше учебное заведение, и я желаю вам искренней удачи, вам и вашим помощникам, потому что вы делаете очень большое дело. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Алексей Родионов, начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юная армия». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова